С помощью великого и всемогущего Аллаха мы начинаем вторую часть из книги Ихьяу Улюмуддин. Сама книга Ихьяу Улюмуддин делится на четыре части. Первая часть этой книги говорилось про Ибадаты, рубу уль-Ибадат. Это про молитвы, сунат молитвы, все что связано с арканом молитвами и все что является желательным в молитвах и соблюдением поста, заката. Молитвы и прошение дождя, одним словом, все что Ибадаты касалось, мы проходили в первой части. Это у нас готовые записи есть. Кто хочет их получить в нашей группе, он сможет их прослушать. Некоторые записи чуть медленнее, можно скорость увеличить, там 1,5 сделать, уже скорость будет быстрее и за короткое время можно их прослушать. Вот такое дело. А вот вторая часть, это из книги Ихьяу Улюмуддин, это рубу уль-Ибадат, рубу уль-А'адат называется. Еще четверть про традиционные действия, которыми мы сталкиваемся в нашей обычной жизни. Третья часть этой книги будет рубу уль-Мугликат, о деяниях, которые уничтожают человека, или грехи, которые уничтожают человека. И последняя часть, четвертая часть этой книги будет говориться о рубу уль-Мугликат, четвертая часть о деяниях, спасающих нас от всего плохого, и которые спасают нас, и будут служить причиной, чтобы мы вошли в рай. Традиционно мы сделаем дуа автору этой книги Абу Хамиду, Мухаммад ибн Мухаммаду, Аль-Газалию. Рахматуллахи алейхи, ва аля машаихихи, ва асатидзихи, ва рахматуллахи алейна, ва аля машаихина, ва асатидзина, ва муалимина, амин, ираббалаламин. И дуа тоже, чтобы Аллах нам облегчил этот урок. Аллахумма, ла сахля, илля ма джа'алтаву сахлян, ва анта тадж'алу л-хазана, иза ши'та сахлян, ва фи'кна, ва таммим бил хайри, ва раббалаламин. Так, и намерение ради Всевышнего Аллаха во всех наших начинаниях. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Вторая часть книги Ихьяу л-муддин. Китабу адабил акли. Книга о этикете и приличии кушанья. Ва хуал китабу л-аввалу. И это есть первая книга. Мин руб'ал адати. Из четверти традиционных дел, в которых мы встречаемся. То есть, сама книга Ихьяу л-муддин состоит из четырех книг. Это руб'а, одна четвертая часть. Мин китаб из книги Ихьяу л-муддин. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Именем Аллаха милостивого ко всем и к верующим и к неверующим в этом свете. Аррахиме. И лишь милостивый к уверовавшим судный день. Аль-Хамду лилляхи хвала принадлежит Аллаху. Аль-Ладзи такому Аллаху ахсана тадбир аль-Каинати, который улучшил и сделал красивым тадбир, управление аль-Каинати всего бытия. Аль-Каинати это всего маучуда, всего что создано Богом, который существует. И создал Аллах землю и небеса. И ниспослал пресную воду из облаков. Муассират буквально переводится выжимать. Как будто бы облака выжимают, как тряпка полная водой, когда мы выжимаем, как капает от него капельки. Так и называют, образно называют облака муассират. «Ниспослал воду, пресную воду из облаков». И Аллах вывел благодаря этой воды злаковые зерновые культуры для нас, ван-набата и растения. И Аллах соразмерил, определил удел ван-акуата и пропитание. И Аллах уберег бельма-куляти этими продуктами, которые съедаются. Аллах уберег через эти продукты. Что уберег у нас? Некоторые братья Хайванат переводят животных. Это немножко неправильный перевод. Животные переводятся бахаиму. И слово, например, «животные» от слова «живот». А Хайванат это образуется от слова «хаятун жизнь». То есть биологическая жизнь. Все, что является живым существом, его называют Хайванат. Будь это человек, будь это другие животные, все, что имеет живой организм, называется Хайванат. Хвала такому Аллаху, который хафиза бельма-куляти, который уберег через эти продукты питания, которые съедаются, уберег что? Увальма-хайванати силы живых существ. Ва а'ана ишут хвала такому Аллаху а'ана, который помог алат-а'ати совершать богослужения, вал а'мали с салихати и праведные деяния, биаклит айебати, кушаньем чистых халалных продуктов питания, халалной еды. Ва салату а'ля Мухаммадин. Ва салату, да будет благословение. Салат это как великие милости, почести, возвеличивание. Да будут эти все вот это возвеличивание, великие почести и милости кому? А'ля Мухаммадин. Мухаммаду зильму'джизати ба-хирати, который является зи обладателем альму'джизати ба-хирати блестящих чудес. Ва а'ля Алихи также добудет эти великие почести и милости его семейству, у асхаби и его сподвижникам. Салатом, таким почестями, такими благословениями и милостями, татава-ля, которые будут идти друг за другом, следуя аля мамарр-ль-авкати, с прохождением времен. Времена проходят, и вот этот наш салат тоже как бы повторяется. Вот татава-фу, и такое благословение, которое татава-фу, которое увеличивается кратно. Татава-ф, мула-афатан, которое увеличивается кратно. Бита-а-у-биса-а-ти, с чередованием часов. Один час чередует за другим часом, это наш салат тоже кратно-кратно увеличивается. Если два раза было, потом следующий раз, потом уже на 4 на 4, 16 на 16, вот уже кратно-кратно увеличивается наши салаты. И да приветствует его многочисленными приветствиями. Также и дарует ему сохранность его умми. Амма-ба'ду. Что касается после всего вышесказанного, этого басмалята, хамдалята, который мы сейчас сказали, «Фа-инна ма-сида дзавил-аль-баби» поистине цель обладателей разума, ли-а-у-ллахи-та'аля, это есть встреча с Аллахом Всевышним фи-дар-и-с-таваби в раю, дар-и-с-таваб, который является домом вознаграждения для нас. И нету пути к прибытию лилика-иллахи для встречи с Аллахом, илля кроме как лишь били-илми вал-амали с знаниями и деяниями, соответственно нашим знаниям. «Валя тумкинуль муазабату алейхима» и не предоставляется возможность постоянствовать на них, на этом знаниях и на деяниях, муазабат, постоянствовать, стабильно находиться на знаниях и следовании знаниям не получается, ля тумкину, не предоставляется возможность, илля, кроме как лишь, бисалямат ил-бадани, с сохранностью нашего тела, с здоровьем нашего тела. «Валя тасфу саламатуль бадани» и не будет чистым для нас здоровье, здоровье тело для нас не будет, илля, кроме как лишь, били-атымати продуктами, продуктами питания, валя-акуати и пропитания. Нам нужно, чтобы здоровье тела было, били-атымати продукты для еды, валя-акуати и пропитания. «Валя-акуати и кушанием, употреблением минха из этих продуктов питания бе-кадаре л-хаджати по мере нужды ала-акуати с прохождением времен». «Из этого направления, за то, что таковым является, сказал один из наших праведных предков, салафу салихин, первые тристолетия, или после пророка, саламу Аллаху азаму, по хиджи, первые тристолетия, которые жили, один из них сказал, что «Инна л-акля минаддини» «Кушание» это тоже входит в религию. Это кушание, это и есть религия тоже. «Ва алейхи и на это» обратил внимание, «Интибах» сделал, обратил внимание, «Раббул а'ламинна, Господь миров, бекавли своей речью, и Он, Аллах, ас-да-кул-ка-илин», самый правдивейший, среди тех, кто говорит, «Ауну билляхи минаш шайтану рожим, «Кулу минат-тайбати, ва амалу салиха». «Вы ешьте из чистого, дозволенного». «Ва амалу салихан» и совершайте праведные деяния». Совершайте праведные, то есть кушайте и совершайте праведные деяния. «Аль-Му'минун, 51 аят, сурата «Аль-Му'минун». «Фаман и тот человек, югдиму аляль-акли», кто подходит к кушанию, чтобы использовать это кушание аляль-илми, чтобы он покушал, он смог изучать знания и действовать соответственно этим знаниям и практиковать их. «Ва яква бихи», и чтобы набрать силу бихи благодаря этому кушанию, алят-тақва бит богобоязненности, фа тогда ла ямбаги ан-я турка нафсаху, кто вот так кушать хочет и наберет силу для альму, для амала, для того, чтобы тақва бит богобоязненности, то такому человеку ла ямбаги не подобает ан-я турка нафсаху оставить себя мухбалян, небрежным. Судан, как бы, зря, напрасно проживая жизнь, что попала кушая, я старсилу распускаясь фель-акли в кушане истирсаляль-бага ими, как распускаются животные фель-мар-а на пастбишах. Фа-инна поистине ма то, что гуа, оно является зари-атан, как инструментом, или ад-динь, зари-атан средством, или ад-динь, к сохранению религии, вот это кушане, кушане здоровье, здоровье есть, у нас получается изучать знания, совершать деяния и быть богобоязнен, значит, вот это кушание, которое является средством для сохранения религии, у Василя там, тоже, один тоже, это синоним, зари-атан Василя, является тоже средством и леги к укреплению религии, то тогда ям-боги следует антазхара анвару дина алихи, чтобы обнаруживались лучи религии на это деяние тоже, на это кушание. Раз кушание, оно входит в нашу повседневную жизнь, значит, кушание тоже, как из религии является, раз оно из религии является, значит, оно тоже должно быть своим этикетом, своим формой, чтобы у него свой порядок был у него. Ваиннама, действительно, анвару дине, эти лучи религии, озарение религии, это аадабу, это этикет, приличие для этого кушания, соблюдение этикета, васу на ногу и соблюдение сунны при кушании еды. А эти такие этикеты сунны язуммуль абда без имамиха, которая удерживает раба, удерживает человека своими поводком, то есть, она ведет человека как поводок, человек свое животное как бы, он привязал поводком и нужное направление его направляет. Вот так же человек, соблюдая адабы и суннаты, он ведет свой нафс нужное направление. ва хатта юзаммал абду, ва сунна нуху лети юзаммуль абду, которым ведут человека без имамиха и ее поводком, ва юльджаммуль мутта'и и обуздают богобоязанного человека билиджамиха, уздами этой адабу кушани и суннату кушани. хатта яттазина бимизани шар'и шахвату та'ами так, чтобы взвешивалось бимизани шар'и весами шариата шахвату та'ами желание кушать. Вот его желание кушать, чтобы оно было яттазина, уравновесилось, чтобы оно было взвешенным, вот эта страсть к кушанию фи икдамиха в подходе, то есть желание кушать, ва ихджамиха и воздержание от кушать. фаясыру бисабабиха и он становится бисабабиха по причине всего этого соблюдением этики, правильным подходом к еде, правильным отказом от еде, это все этим самым он по этой причине становится мадфа'атан лилвизри. Это все становится по этой причине мадфа'атан отталкиванием от человека лилвизри греховное ва маджлябатан и притяжением лил аджри награды. Это мадфа'атун ва маджлибатун это масдарумими называется. неопределенная форма глагола содержание бухумим. Ва инканафиха хотя в этом желании кушать при соблюдении адаба даже в ней имеется обильная доля для нафса. Хоть наша плоть нафс радуется когда мы кушаем все равно когда мы кушаем с адабом и соблюдая сунны в этом есть маджлябатун лил аджри притяжение награды и отталкивание мадфа'атун лилвизри. Куана саллаллаху алейхи вассалям апостанника Аллаха благословит его Аллах приветствует говорил поистине мужчине человеку идет награда даже кусок хлеба который он поднимает ее покушать к своему рту и то что он поднимает его то есть преподносит его покушать к рту его жены даже за это идет ему награда и поистине это такая награда ему когда он поднял его с религией то есть соблюдая религию то есть соблюдая этику там сказал покушал сам награда идет сказал преподнес к своей жене валиддине и для религии имеется ввиду с неятом хорошим неятом мура айянфига соблюдая в этом куске хлеба который он кушает да богу этикет кушания ва ва дла ифа и функции связанные с этим кушанием да маша аллах простое деяние мы можем превратить в ибадат и вот мы нуршиду уже наступило время и вот мы начнем нуршиду мы наставим вас направим вас ила ваза ифид дине к функциям религии фил акли вкушанье фара идиха к обязательным ее ваза ифам функциям вас наниха и желательным действием ваза ифам функциям ва адабе к ее этикам ва муру ати к ее порядочности ва и ее формы которые желательным одобренным фи арбат фи арбате абу ва бин в четырех главах все что связано с едой кушанием мы вам это все нуршиду разъясним и наставим вас ва фаслин и еще будет раздел фи ахири в конце этих этой главы этих четырех глав так значит коротко первая глава будет говориться в том что необходимо для человека который кушает соблюдать это если даже он отдельно кушает вот он отдельно у себя дома кушает который он должен соблюдать вторая глава будет говориться фильм в том что язиду то что превышает миналь адаби из этикетов связаны бисабаби иштимаи по причине когда он встречается с другими братьями и садится за скатертью кушать по причине собрания вместе с другими кушать 3 глава будет говориться в фильме то что яхусу конкретно касается преподносить еду Ильяль Ихвани за Ирина к братьям которые за Ирина Зьера делают к нам которые посещают нас навещают нас Аль-Бабу Раби 4 глава будет говориться в фильме то что яхусу да то что касается конкретно к приглашению к себе в гости и к угощению и похожие этим другие вопросы мы будем обсуждать иншаллах Аль-Бабу Ау-Ау-Аль так начнем же первая глава фильма то что для Будда необходимо для отдельного индивидуума Мин-Ху по отношению к этому кушанию который для отдельного человека который хоть он отдельно у себя кушает или же просто каждому человеку который будет кушать что является для него необходимым ва-уа и это здесь будем говорить первая глава она подразделяется салатату Аксами на три части первая часть будет говорится до еды какие приличия этикет до еды и другая часть вместе вовремя еды салататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат Которые являются опережающими, это этикет, которые являются опережающими над кушанием. И вот эти адабы. Чтобы еда была после того, как она является дозволенной. То есть, эта еда не является свининой, не является мертвичиной. Халалной едой является. Вместе с тем, что она является халалным, чтобы эта еда была каким? Тойебан фи джихати максибихи. Чтобы она была чистым со стороны его заработка. Чтобы она была заработана чистым. Не украденным, не отобранным, не награбленным. А чисто приобретенным. Чтобы эта еда была соответствующей по сунне пророка, салаллаху ассалам. Чтобы исрав не было чересчур, потом выбрасывалось. И чтобы соответствовала набожности тоже. Чтобы оно не было приобретено. Бисабабин макрухин фишар'и по причине нежелательным по законам шариата. Вала бихукми хава. Или также по решениям страсти вамудаганатин. И проявления лести фиддини в религии. Алама саяти согласно тому, что еще придет. Эти вопросы мы еще будем разбирать. Иншаллах. Эти примеры для них. Алама согласно тому, что саяти еще придет. Эти вопросы иншаллах. В значении абсолютно чистая еда. Это что такое? Вот про эту тему, когда мы будем касаться. В китабе халал и харам. Отдельной главе. Дозволенной и запретной. Вот там будет говориться. Заработанная запретным путем. Заработанная по причине нежелательным путем. Мудаганат фиддин. Хукм-ль-хава. Все иншаллах будем потихоньку это все разбирать. Иншаллах. Вафақан Аллах. Да поможем Аллах. Ва кад амар Аллаху та'ала биакли таййиби. И действительно, Аллах повелел нам кушать чистое, приятное. Это таййиби имеется ввиду чистое. Аль-халалу кушать. Ва каддаман-нахья. И Аллах Всевышний опередил нам. Запрет. Когда мы Коран аяты читаем, мы находим сперва запрет от харамного кушания. Потом находим запрет убивать человека. Обратите внимание. Аллах Всевышний не говорит, не убивайте человека, не кушайте харам. Не говорит. А сперва Аллах говорит, не кушайте запретное. И не убивайте человека. Потом так идет. Ва каддаман-нахья. Аллах Всевышний опередил запрет. Анил-акли кушать бильбат или неправильным путем. Запретным путем. Этот запрет он опередил. Алял-катли. Над убийством даже. Почему так сделал? Тафхиман ли амрил харами. Тафхиман. Возвеличивая, подчеркивая тягостность. Это великое греховное дело, подчеркивая греховность. Ли амрил харами. Дело этого запрета. Ва та'зиман. И возвеличивая. Ли баракатил халали. Благодать. Дозволенного халал еды. Фа кала Та'ала Аллах Всевышний говорит. Ауну билляхи мна шритаану рожим. Я айюха ладзина аману. О вы, которые уверовали. Ля та'кулю амвалякум байнакум бил баатил. Вы не пожирайте ваше имущество между собой неправильным путем. Не съедайте, не кушайте ваше имущество, которое между вами используется неправильным путем. А халалным, правильным путем вы это все кушаете и употребляете. Сурату Ниса 29 аят. Потом этот аят продолжается, продолжается. И потом Аллах говорит. И не убивайте себя. И не убивайте самих себя. Аль аят. Значит, фа ласлу основа фитта'ами. Основа в еде, в продуктах, питания, которые мы должны кушать. Чтобы оно было чистым, приобретенным, дозволенным направлением. Вот так продукты питания приобретают дозволенным заработком. Это даже из обязательных вопросов нашей религии. Даже основа религии является это. Не просто так. Значит, это был у нас первый адап до кушания. Ас-Санни, второй этикет. Гаслу льяди. Мытье рук перед едой. Каля саллаллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма говорил. Аль вудууу кабля та'ами ян фи льфа'кра. А мувине, сделанное перед едой, она убирает бедноту. А после еды ян фи лямама убирает аль джунуна. Для этой книги Ихьяу льмудин есть хороший комментарий. Называется книга Итхафу садатил муттағын. Лиззубайди, по-моему. Лиззабиди. Муртаза Забиди. Рахмаху Аллаху та'ала. Называется Итхафу садатил аль муттағын. Вот там написано, что вот этот хадис аль лямам, там объясняется аль джунуна. Сумасшествие. Если человек после еды моет руки, у него, его не будет не постигнет сумасшествие. Или душевная болезнь. Так, значит, вуду здесь имеется в виду и прямой смысл омовения, который для намаза. А здесь общим имеется в виду вуду, это мыть руки. Руки. Мытье гаслюль яды. Мыть руки перед едой убирает бедноту, а после еды убирает болезнь сумасшествия с человеком. А в другой версии хадисов говорится, что мытье рук убирает бедноту. Ход перед едой покушаешь, то есть перед едой будешь мыть руки, или же после еды будешь мыть руки, беднота тебя не коснется. Машаллах. Это некоторые люди как бы считают это каким-то простым делом. Нет. Если мы будем считать его как сунна пророка, саллаллаху ассалам, для нас это великая награда идет. То есть за соблюдение сунны. Есть простая чистота, гигиена, чистота, а есть намерение соблюдать сунну. А за это идет великая награда. Это уже ирбадат. Мытье рук мы находимся в таат, ирбадат. И потому что, говорит, рука не остается от пачкания в таат, ирбадат, в занятии нашими делами, повседневными делами. Мытье этой руки более ближе к чистоте, и к опрятности. И потому что кушание, с намерением, чтобы использовать помощь от этого кушания, в религиозных вопросах, чтобы для религии, чтобы помощь была, это есть айбадату. Кушание есть айбадат, с намерением, чтобы это послужило помощью совершать ритуалы этой религии. И вот это кушание, джадиру, является достойным. И это еда, которую мы кушаем, джадиру, является достойным. Чтобы совершили подход к этой еде, мы такой формы, яджри, которая протекает, подошли к нему, маджрат, тагараты, подобно совершению омовения, для совершения молитвы. Чтобы намаз совершить, мы совершаем омовение. Намаз это айбадат. Перед айбадатом мы совершаем омовение. Кушание, если у нас намерение хорошее, чтобы сохранить религию, чтобы была сила изучать рилму, совершать деяния для богбез, кушание тоже айбадат. Раз кушание у нас является айбадат, значит, перед этим айбадатом мы тоже делаем омовение, то есть моем руки. Так получается. Значит, перед намазом мы сделаем омовение, перед едой мы моем руки. Вот такой кияс. Аналогично. Ас-салис, вот третье, из этих адабов до приступания к еде, аньюзу ад-тааму аля суфратил мобду'аты аля л-арды. Аньюзу ад-тааму, чтобы еду ставили на скатерть, аль мобду'аты положены аля л-арды на пол земли. Желательно на полу земли кушать. Это суннат, это этикет. Это более ближе к тому, что сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васаляма, чем поднимать эту еду на стол. Маидат, трапезный стол. Кана Расулу Аллахи, саллаллаху алейхи васаляма, ида утия бита амин. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, когда к нему утия приносили еду, вада аху аля л-арды. Он ставил его на землю. Фаада Акрабу или Тавадуа, это более ближе к смиренности. Фаэлям якум, если такой возможности нету, фаала ссуфрати, ход на скатерть. То есть на полу стелешь скатерть и кушаешь, сидя за скатертью. Фаиннага, вот и ссуфра, тузаккирус ссафара. Она напоминает нам путешествие. Особенно у путешественников бывает ссуфра. Они стелят его на землю и на эту скатерть кушают. И человек вспоминает минас ссафари от этого путешествия, что он с собой скатерть берет. Когда за скатертью он сидит, он этим вспоминает. Сафараль ахирати. Путь в этадакару минас ссафари. Сафаруль ахирати тоже можно говорить. Сафараль тоже можно. Сафаруль ахирати вспоминается ему. В этадакару вспоминается минас ссафари от путешествия сафаруль ахирати, путешествие в загробный мир, который он идет. Это еще вспоминается его нужда или азадит тапва к багажу богобоязненности. К богобоязненному багажу. Что у него есть нужда к богобоязненному багажу. И так же не кушал он в маленьких блюдцах. Такие маленьких тарелок. То есть ставят там сейчас такой запрет нет, но посланник Аллах этого не используют. Как в варенье ставят, там большой тарелки в варенье ставят. Из большого тарелки на маленькие тарелки там берут варенье. Там из большого на маленькие блюдце берут и оттуда опять кушают. Посланник Аллах, если кто-то вместе были, с одной тарелки они брали, кушали все. То есть сукручат это маленькие блюдца, маленькие тарелки он не использовал. Или сказали тогда ему этому человеку, который Анасу бдул-Малик рахмаху Аллах разъяло тоангу, ему спросили, если раз год посланник Аллах не кушал за столом и в маленьких блюдцах, как вы кушали тогда? Как вы тогда кушали? Он сказал мы кушали, говорит, сидя за скатертью. Вот так вот. Ва-Киле еще сказано арбаум четыре явления ухдисат. Они новопридуманы после посланника Аллаха саллаху алейху ассалям. Это первое аль-маваиду трапезные столы валь-манахилю второе это решето сито которым вот этот дробленый пшениц как бы очищает от шелухи от другого или же вот муку очищает от тоже шелухи от других примесей сито или решето валь-ушнану поташ это поташ это как бы я здесь выписал карбонат калия это в виде такой кристаллический порошок получаемый из золы растений говорит употребляется в мыло варенье из него изготавливают какой разные чистящие средства как мыло раньше даже такие порошки были назывались поташ раньше я в детстве помню как название этого порошка было поташ так значит трапезные столы сито решето поташ и ващибя четвертое что новое появилось после пророка саллалу это переедание сытости ваалем сейчас смотрите вот это место очень нужное место как раз то что касается насчет бид-а вопросов что говорит имам Газалий насчет вопросов бид-а там хасанат или кабихат или там бид-а то сейятум бид-а то хасана машалла это очень хорошая такая тема если мы даже говорим и приводим хадис что кушать сидя за скатертью является лучшим делом более уместным делом но мы не говорим что кушать за столом что это запрещено запретом как нежелательным или запретом который строгого харама строгого запрета вот так запрещено мы не говорим за столом кушать и так как лям яс буд фиги нагьюн так как не установлено насчет того чтобы кушать за столом нагьюн запрета не установлено да кто хочет скромность кто хочет чисто сунну соблюдать лучше сидеть на полу за скатертью это сунна пророка салла аллаху алейху салам здесь кто за столом там харам говорит или же макрух говорит или же замечание делать тоже мы не имеем права то что говорят инна что убди а то что говорят инна убди что это новопридумали как нововведение ввели вот эти четыре вещи ввели нововведением после постановника Аллаха салла аллаху алейху асалям и не является куллюма все что убди новопридумано нововведено оно не является запрещенным деянием обратите внимание запрещенным является из этих нововведений бидо о том такое новшество туладу сунна та бидо которая противоречит явной сунны пророка салла аллаху алейху асалям так продолжаем так значит бидо которое запрещенное бидо является алман хи юан ху бидо о том такое новшество туладу сунна которая противоречит установленной сунны который идет противоположно явно установленной сунны ватар амран и еще это бидо которое аннулирует амран и дело минашара из шариатского вопроса которое аннулирует которое противоречит приказу из божественных законов из Корана и хадису все что противоречит Корану и хадису это бидо оно запрещенное а если оно соответствует или наоборот помогает Корану и шариату усиливает этот Коран и шариат это наоборот является одобрительным маа бааа маа бааа иллят и месте сохранения его причин балил ибдау наоборот ибдаа образование новопридумывания каады ядживу иногда бывает обязательным что-то новое придумывать в некоторых ситуациях когда положения в нашей жизни меняются когда цивилизация идет вперед но чтобы это не противоречило Корану и Сунны и нету кушания за столом кроме как лишь поднимать еду для чего это делать для того чтобы облегчить кушание для удобства кушания подобно такие облегчения делать для людей это мимо из таких вопросов в котором нету макрога ислам это что ислам это религия легкости в котором облегчение людям легко кушать за столом легко вот поэтому здесь а вот эти 4 новопридуманных новшества которые появились после пророка саллаллаху али вассаллама алиты которые я собрал в начале в том что они являются придуманными новшествами они не являются одинаковым наоборот вот этот поташ вот этот наподобие как порошок который использовался карбонат калия который употреблялся в мыло варенье в изготовлении мыла другой вот это мыть руки с мылом использовать мыло это наоборот хорошо лима афи за то что в нем есть минан надафати чистота дополнительная фаинна ласля поистине мытье рук мустахаббон является желательным делом лин надафати для чистоты для гигиени валь ушнану и вот это поташ мыло атамму фиттанзифи она является более полноценно способствующие фиттанзифи в соблюдении чистоты в очищении рук и одежды от грязи они вот первые времена времена асхабов они не использовали это мыло всегда потому что это было нетрадиционным рэндам у них так обычая еще традиция не пошла так или же лаятаясару или же это не легко было получать находить это мыло как сегодня мы легко находим мыло в их времена это как роскошь было значит не каждый мог найти это мыло лаятаясару или же кауну они машгуллины или же они были занятыми делами более важными чем преувеличивание насчет соблюдения чистоты у них еще более другими были более важными делами заняты они не всегда мыли руки тоже так же и были их платки их салфетки то что мы сейчас после еды как салфетки используем а их салфетки которые были подошвы их ног как сегодня там такие специальные тряпочки или салфетки такие производства такого фабрики завода не было у них и религия это легкость и они что делают вот это пальцы которые жир который на пальцах был они мазали его подушкой своих ног вазалики это от того что они так делали большинство то что у них этих средств чистоты не было и воды рядом когда не было в пути находятся в пути каждая капелька воды это уже очень является ценным а вот то что они так делали это не препятствует чтобы мытье рук было желателем делом что касается решетом сетом то цель от него это улучшить еду улучшить еду очистить его от шелухи от примеси от соломы которая собирается вместе с пшеницей а это дозволен делом никакого запрета нету на это очищение еды пока это дело не дойдет к чрезмерному комфорту там чрезмерному что человек только такой он кушает другой не употребляет что касается стол трапезный накрытий стол это облегчение для кушания а это также является дозволенным делом пока дело не дойдет к высокомерию что человек например говорит давайте покушаем сидя за скатертью на полу покушаем ты что говорит я так никогда не буду кушать он жив высокомерен проявляет высокомерие видит себя великим человеком я никогда не сяду на полу кушать это это уже опасно это уже плохо а если человек ему без разницы что за столом кушают наоборот когда на полу стелят он с радостью садится что появилась возможность как сумма соблюдая кушать говорит и с радостью на полу сидит и кушает это для него это и за столом сидеть не опасно это для тех кто это дело приводит к кибру к высокомерию и к возвеличиванию себя еще опасно а что касается переедания что это самое сложное самое худшее из этих четырех нововведений которые появились после пророка поистине это переедание чрезмерная сытость она подталкивает она побуждает человека к возбуждению страстей и к обострению болезней в теле поэтому пусть будет понятна разница между этими новшествами которые придумали после пророка я думаю здесь остановимся потому что что-то у нас долго идет иншаллах здесь мы остановимся чересчур долгие уроки они утомляют скажем все вместе ла 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 books мухаммаду рсу ла раббана зидна рилман ва фахман амин يا رب العالمين